Сегодня выпускники девятых классов сдавали первый обязательный экзамен по математике. Это испытание должны были пройти 273 школьника. Для положительной оценки им необходимо было преодолеть минимальный порог в 8 баллов. Ни пуха, ни пера участника ОГЭ пожелала Дарья Самородова. Освоение школьниками образовательных программ основного общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией по русскому языку и математике. Процедура сдачи ГИА ничем не отличается от единого государственного экзамена, который сдают 11-классники. Перед тем, как попасть в аудиторию, экзаменуемые проходят личный досмотр. На экзамен разрешается взять с собой только ручку с гелевой пастой, паспорт и бутылочку воды без этикетки. А вот средства связи и личные вещи остаются в гардеробе. За всем происходящим в пункте проведения экзамена ведется видеонаблюдение. Со следующего года планируется нашим правительством перевести сдачу экзамена в 9-х классах на федеральный уровень. Сейчас за это отвечают субъекты. И поэтому в этом году впервые также мы включили и видеонаблюдение, и также и металлодетекторы используются, подавители сигналов мобильной связи. То есть мы готовимся уже к тому, что со следующего года это будет ОГЭ также проводиться, как ЕГЭ в 9-х классах со всеми строгостями. Задачи по математике сегодня решали 273 учащихся 9-х классов. Им было предложено 26 заданий. Работа включала в себя задачи по алгебре, геометрии и реальной математике. Для того, чтобы получить аттестат школьнику, необходимо верно решить 8 заданий. Для этого экзаменуемым отводится 3 часа 55 минут. У 9-ти классников было достаточно времени, чтобы подготовиться к экзамену. Готовились давно, с самого начала года. У нас были консультации различные. И вчера с 9-ти, прям до победного, сидели с ученицей по математике. И всем классом все решали, прорешивали, чтобы еще раз посмотреть, что у нас там, какие пробелы, чтобы это все закрыть. И очень волнуешься. Хотелось бы, конечно, побольше повторить. Еще хочется времени еще. Но вот нет, даже лучше проспаться. То есть и лечь пораньше. Поэтому разрываешься и понимаешь, как дорого было время, которое ты потратил в начале года на менее подготовленности. Чувство переживания, конечно, есть всегда. И от волнения не избавиться. Но готовилась настолько, насколько я знаю, этот предмет. Уверена в себе, что хотя бы пройду порог 8 баллов и успешно сдам экзамен. Пакеты с заданиями уполномоченный член государственной экзаменационной комиссии получил ровно в полночь на пункте спецсвязи в Салихарде. Все задания поступают самолетам из Москвы в зашифрованном виде. Все задания поступают у нас в зашифрованном виде. Затем дается ключ за какое-то количество времени. Расшифровываются эти задания, распечатываются. Потом упаковываются по 15 индивидуальных материалов, пакетов в Секьюр-пак. Запечатаны которые за 15 минут до экзамена. То есть 9,45 член государственной экзаменационной комиссии, либо руководитель ПП доставляет в кабинет. И целостность пакета демонстрируется на камеру детям и организаторам. Кроме двух обязательных экзаменов, выпускники 9 класса выбирают и другие предметы. И сдают их на добровольной основе. Самым популярным предметом стало общество знаний. Его предпочли 78 человек. Результаты сегодняшних испытаний станут известны 8 июня. Следующий обязательный экзамен выпускники 9 класса будут сдавать 3 июня. Это будет испытание по русскому языку. Дарья Самородова, Григорий Волков. Программа «Время местное».